Это уже мой дом. Пока не вынесут ногами вперед. Никуда мне идти, мне нету тут никого. Надежда Сергеевна в Благовещенском доме престарелых живет седьмой год. Увлекается вязанием. Уже сейчас активно готовится к Новому году. Мастерить подарки в стиле хендмейт. С ностальгией рассказывает о том, как весело здесь жилось раньше. Была большая компания друзей и душевные посиделки. У нас были подружки. У нас 10 человек было. Мы в карте играли, дружили. Хорошо мы жили все. Друг до друга в гости ходили. Они все помирали. Одна я осталась, и Анатолий Иванович Кириллов остался. И все. В Благовещенском доме престарелых живут больше 200 человек. У каждого постояльца своя история, за которой нередко стоит свое собственное горе. Но говорить об этом на камеру никто не хочет. Слишком личная драма. Нередкая ситуация. Дети есть, но родители не навещают. Здесь живет даже мать-героиня. Правда, принимать участие в съемках она тоже не захотела. Пять детей, но связь с мамой они не поддерживают. Есть и те, которых называют положительными примерами. Александра Ивановна Хохулина на постоянное место жительства в дом престарелых перебралась по собственному желанию. Так сложилась семейная ситуация, что, как говорится, мужу стало не нужна, непригодна. Захотелось воли, простора. И он мне предложил, чтобы я уехала, съехала куда хочешь, как говорится. У меня дочка, внук. Никто от меня не отказывался. Я так же общаюсь, встречаюсь. Я же так, что со всеми с кем. Поэтому я не говорю, что меня кто-то что-то забросил, закинул. У ее дочки маленькая съемная квартира и 15-летний сын. Бабушка с гордостью показывает его детские фотографии. Родные регулярно навещают Александру Ивановну. Приходят в гости и приносят гостинцы с подарками. Говорит, здесь ей веселее. В соцучреждении есть свой хор, огромная библиотека и досуг. Плюс ко всему, друзья, которые постоянно рядом, скучать не приходится. Практически по этой же причине сюда переехала и Валентина Павловна. Я у дочки жила, она у меня здесь в областной больнице работает. Я у нее пожелаю. Я говорю, Ира, мне надо в дом приставить. Мам, ты что придумала? Я говорю, Ира, я здесь скоро и говорить разучусь. Вот сижу на 10 этаже квартиры. Я говорю, я вижу только машины и видно, как самолеты садятся, поднимаются. Дочь сначала не оценила такое решение, но позже смирилась. Теперь они каждый день созваниваются по телефону и, конечно, ходят друг к другу в гости. Хотя такие случаи здесь скорее называют исключением. А это уже другое социальное учреждение – приют «Надежда». Светлана Ивановна здесь практически заместитель директора. Следит за порядком и распределяет обязанности. Хотя раньше сама была постоялецей. У меня два сына. Ну вот Бог дал, у меня было троих детей, дочка у меня умерла. Я попала себе, я вам выживала. Семь лет вам выживала. Дети от меня отказались. Что им мама такая не нужна. Один из ее сыновей сидит в тюрьме. Второй вышел из заключения. Светлана уже несколько лет ведет правильный образ жизни. А недавно даже вышла замуж. Но больше всего мечтает встретиться с собственными детьми. На самом деле в этом приюте мало кто общается с родными дочками и сыночками. Вот у нее есть, у нее есть сын. Он пьет. У нее она сама музыкальный работник. У нее пьет пенсию, пропевает. И ни разу, сколько она находится, ни разу не было. Рассказывать о собственных судьбах многие не могут без слез. И, конечно, мечтают, чтобы хотя бы в день матери их собственные дети вспомнили. Мама – это самый близкий на земле человек, которому обязательно нужно, как минимум, позвонить. Яна Лисовая, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение.